МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации телерадиокомпании Гомель, у студии працу Александр Гамоля, глядите в этом выпуске. У региона новый керавник Геннадий Соловей заотсверженный на посаде старшиней Гомельского обл. ВКНК. Не снижать темп, а у 10 районов в области переодолили экватор Жнева. Порушальник не пройдет. Наши корреспонденты доведались, как рыхтуют службовых собак. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Парламентские выборы пройдут у Беларуси по закону и в рамках Конституции. Пытание организации электоральной кампании президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня обмерковал с керовником Центр выборка Малидия Ярмошиной. Термин «пономоцтво» у парламента и президента заканчивается у один год – у 2020. Закон не забороняя проводить гэтая выборчая кампания одночасово. Але у Беларуси, так склалася практика, стараются не сумящать. Президентские выборы, як и плановалося, пройдут у наступном годе. А парламентские повинны отбыться у листопаде. Первый вопрос, который в обществе постоянно обсуждается, да и Лидию Михайловну втягивают в обсуждение этих вопросов, это сроки назначения и проведения наших парламентских выборов. Мы уже четко определили, что в этом году мы проводим парламентские выборы, а в следующем году мы проводим президентские выборы. Несмотря на прогнозы некоторых знатоков о том, что Лукашенко в этом году, поскольку тихо, спокойно, быстренько проведет президентские выборы, чтобы опять схватить кресло и в него надолго присесть. Это полное заблуждение. Как я и обещал, все будет по закону в рамках Конституции, и поскольку совпадают выборы парламентские и президентские, мы все-таки решили их развести. И парламентарии с нами согласились. Они в этом плане депутаты наши молодцы. И мы определили, что в этом году мы проведем парламентские выборы. С датой нам надо будет определиться. И я поручал ЦИКу и вам, Лидия Михайловна, подумать серьезно, поговорить с соответствующими специалистами и унести предложение, которое мы сегодня обсудим. Второй вопрос. По Конституции определено, сколько у нас должно быть депутатов. Их 110. Я думаю, достаточно для нашей страны. Соответственно, 110 округу. Я хотел бы, чтобы вы доложили о том, какова здесь у нас конфигурация. Может, что-то поменялось, не поменялось и так далее. На сустрече Лидия Ярмошина огучила пропоновый Центр выбор КАМа провести выборы у Совет Республики 7 листопада, а у Палату представников 17-го. Александр Лукашенко доручил пропрацовать их этой пропоновой, еще раз проинформовать его и подрыхтовать ответные проекты указов до наступного понеделка. Размова так само ишла об организации международного назирания за выборами. Тут повинен прогушать выразный сигнал. Никому не заборонено приезжать и глядеть, как у Беларуси проходит голосование. Обмерковывали и пытания информования людей про кампанию. Позиция керовника державы однозначная. Все повинно пройти открыто, демократично и по закону. А у основе электоральных процессов повинны лежать парадок и стабильность. Геннадий Соловей затвержден на посаде старшини Гомельского обл. ВКНК. Такое решение сегодня принято на позачерговая сессия областного совета депутатов. Как проходило голосование, ведают наши корреспонденты. В Великой зале Гомельского обл. ВКНК члены Совета Республики, депутаты Национального схода и областного совета, керевники выконавчих комитетов, предприемств и организаций региона. Напереды дни президент Беларуси назначил Геннадия Соловья керевником в области. Заразу, в ответственности с дейвшим законодавством, на этой посаде его повинна затвердить сессия областного совета. Працовный шлях Геннадий Соловей починал зоотехникам. На розных посадах працовал у сельских господарках Минской области. Розные периоды узначали в Клецке и Нясвийске районы. С листопада минулого года был первым наместником старшини Гомельского обл. ВКНК. Являясь уполномоченным представителем главы государства по Гомельской области, я общаюсь с руководителями различного уровня, с председателями райисполкома, руководителем хозяйств, предприятий. И, в принципе, хорошие отзывы о работе Геннадия Михайловича уже в должности первого заместителя председателя Гомельского областного исполнительного комитета. На самом деле Геннадий Михайлович требовательный, принципиальный и честный человек. Это, скажем, моя личная характеристика и не только моя. Я просто уверен, что с его приходом и назначением на должность председателя Гомельского областного исполнительного комитета, область получит новый импульс в своем развитии. Геннадий Соловин родился в 1963 году в Новогрузском районе. Подчас представления его характеризуют как человека, который может выражать задеши любой складанности. И он вопытный аграрий и керавник с великим стажем. Мы спокойно и ровно провели посевную, обеспечили без всяких катаклизмов селян Гомельской области удобрениями в сроке, в полном объеме в соответствии с квотами. И это большая его заслуга. Я его могу охарактеризовать как действительно человека настоящего хозяйственника. Сегодня это уже звучало. Это профессионал своего дела, который прошел все ступеньки карьерного роста и знает не понаслышке все вопросы изнутри. Затвержение на посаде старшиней Гомельского облаконкама проходит с открытым голосованием. Усе депутаты – за. Яна Цоловей отрымливая посвечения керавника региона и проступая до выконания своих обовязков. Конечно, в развитии промышленности есть определенные проблемы, которые мы решаем. Есть вопросы, которые мы должны однозначно уделить нашему сельскому хозяйству. И предназначение президента было обращено внимание. Да, на самом деле Гомельшина имеет определенный свой спектр развития, она имеет свои определенные проблемы, которые мы сегодня однозначно должны принять решение и исполнять для того, чтобы нарастить объемы производства. Олег Сенчуров, Ольга Коновалова, Валерия Габанько, телерадокомпания «Гомель». Олег Сенчуров, Ольга Коновалова, Валерия Габанько, телерадокомпания «Гомель». 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 Лабрадор, помянушец Джесси, разом с кінологом Андреем Волнянкой, працює уже амаль пять годов. За гэтый час собака не раз знаходзів марихуану і гашиш. Працунай мяжі Джесси успримає як гульню. Спочатку чотирох ногих супрацівників вучить шукать, наприклад, мячик. Коли собака справляється, йому дають більш складані і відказні заданні. Любить, звісно, поіграти, але все в меру. Як і всі лабрадори, це игрива собака. Якби ще рівенок на протягом свій житті і служби, вони залишаються дітьми. Работати з цими собаками дуже легко. Не боюсь, що вона когось може кукувати, або кинутися. Вони дуже спокійні собаки в цьому плані. Я вважаю, для роботи на границі це оптимальний варіант. Коли у пунктах пропуску важна, щоб собака була не хочемо, на ахові границі інше потребування. Тут працюють самі емоцінні і худкі жівелі, з дольного на звичайному випадку затримати порушальниками ажи. Немецько-бельгійська аучарка Діна і кінолог Іван Бажанков не тільки забезпечують ахову території, але й вучить молодих супрацівників і їх підопечних. Кінолог должен правильно займатися собакою, то есть, щоб она выполняла все необхідні команди, уверенно його слушала і уверенно выполняла свои поставлені задачи. Каждый понедельник у нас єдиний день кінолога, проводяться занятия з специалистами-кінологами в теоретическом плані. Після теорії ми займаємося практичніми занятиями. То есть, отрабатываем следи. Помімо следової роботи у нас ще є такі, як общий курс дресування, поїзд человека, выборка человека в обиск місності. То есть, в цей день ми отрабатываем повністю все елементи зі всі спеціалистами-кінологами на практиці. До речі, у Авчарки так само єсть медаль чемпіонату кінологів минулого года. Тоді Іван Бажанков і Дзіна стали моцнеюшимися род 13-ти команд суперників. На споборництвах проверяються навыки, якими собака крыстається кожний день. У знагороды Дзіна і Дезіре підсверджають, порушальники границ і перевозчики наркотиків не застануться незауваженими. Вероніка Гамзюкова, Павел Антонов, телерадиокомпанія «Гомель». Безпека на дорозі. Акцію під такою назвою сьогодні провели супрацівники Державтої інспекції і МНС сумісно з волонтерами «Червоного крыжа». На площі повстання водителям нагадали про необхідність пройститих огляд і меть у машині вогнетушитель. А так само вучили оказывать першу допомогу потерпелому. Наші корреспонденти долучилися до акції. За перші паугоди у регіоні зарегістрованы 29 випадків згорання автомобіля. Це на 30% більше, ніж за аналогичний період минулого року. Володальники більш ніж 20 з пошкодженних машин не проходили такі огляд. Мето-акція «Безпека на дорозі» нагадати водителям, що рухну таким ауто небезпечне. Хотіла б напомню всім водителям, що дуже важливо держати своє транспортне средство в технічно справному состоянию і проходити господарський технічний осмотр, так як в движенні може прожатися все, що угодно, транспортне средство може розпламениться, і з-за цього може произойти неисправність транспортне средство, може транспортне проїздство з раненими чи погибшими людьми. Представники МНС розслумачили, як правильно користатися вогнетушителі. Нагадали і про мобільний додаток «Допомога-побач», про який можна викликати виртовальників або потелефонувати на заданий номер, наприклад, у рачу ці родним. По статистіці кожний чоловік хоча б раз у житті сутыкається з ситуацією, у якій потрібно оказати першу допомогу. Навучить робити – це правильна задача волонтерів «Червоного крыжа». Пропрацовувалися випадки, коли потерпели, стратив притомність, отримав опеки і травми у дорожньо-транспортному здорінні. Необходимо знати уміти, якщо вдруг прийдет біда, щоб уміти правильно среагувати і спасти, наверное, щось життя. Організатори акції нагадують у випадку згорання ауто треба включити аварійний сигнал, терміново покинуть салон і поведомити у службу виртовання. Коли не вдається самостійно справитися з згоранням, отойти на одліглость у 20-25 метрів і чекати приїзду виртовальників. Ганна Коральчук, Ігор Марышченко, телерадиокомпанія «Гомель». Офіцерський поєдинок, распиловка Бервяна і сумо світобул м'ячами. Под «Гомелем» пройшло масштабное спортивное свято для супрацовників правооховних ведомств і їх сім'я. Владився день здоров'я під ігідою фізкультурно-спортивного товариства «Динамо». Свято собрало калі тисячі чоловік. У програмі як особне споборництво для дорослых і дятей, так і сумісні сімейні стафеты. Дійсі необхідно було проявити фізичну сілу і сприт. У інших конкурсах – витрумку і кемлівость. Корпоратив на свежому поветру собрал разом сім'ї милиціонерів, слідших, пограничників, експертів-криміналістів, воєнних, митників і роботників прокуратуры. Жихар Калінка вішав вырасти у парніку огурок доужнюй 70 сантиметров. Як розповів огородник, огурок-рекордсмен вырос з самого звичайного насіння. Гатунок называется «Китайський император». Такі багатый ураджай мужчина отримливає не у першиню. У минулому годі огородніна досягала у доужню більш за 60 сантиметров і важила каля кілограма. Особливих сакретів вирощування суперогурков нема. Треба поливаць праздень теплой водой і підкормлюваць настоям травы і попілу. Гэта інша новіна ви можете знайсті на нашім сайті у інтернеці по адресі www.tvrgomil.by. На гэтым випуск завершений. Дякую за увагу і до зустрічого ефіра. Ефір телеканала «Белару-4» продолжає де-факто. В студії Руслан Габрилєв. Здравствуйте. Наркоконтроль отдела внутренних дел администрації Советского района Гомеля задержал двух ділеров интернет-магазина по продаже психотропов. Молоді люди 1998-1999 годів рождения продавали наркотики, работая розничними курьерами. Преступний тандем был задержан в момент получення партии товара массою более 20 граммов. В дальнішем в различних местах областного центра были обнаружены еще 22 закладки с психотропами. По заключению специалиста Управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Гомельской области, изъятый порошок является особо опасным психотропным веществом альфа-ПВП, неиспользуемым в медицинских целях. Общий вес составил более 26 граммов. По факту незаконного приобретения и реализации наркотических веществ возбуждено уголовное дело. За вчерашние сутки на территории Гомельской области произошло два дорожно-транспортных происшествия, и в двух случаях это были наезды на пешеходов. Один из них был зафиксирован в 10.30 утра в деревне Корени Светлогорского района. В Светлогорском районе 48-летний нетрезвый водитель, управляя автомобилем ВАЗ, неправильно выбрал скорость для движения, не учел состояние проезжей части и совершил наезд на женщину, которая собирала абрикосы возле дома. В результате происшествия женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована в травматологическое отделение Светлогорской районной больницы. Второе ДТП произошло примерно в 10 вечера в Рогачеве. Около молочноконсервного комбината 38-летний водитель совершил наезд на 41-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм она скончалась на месте ДТП. Возбуждено уголовное дело. В Жлобинском районе минувшей ночью сгорело 60 тонн сена. Еще 40 удалось спасти благодаря слаженным действиям работников сельхозпредприятия и сотрудников МЧС. Сообщение о возгорании поступило сегодня около двух ночи. Горели складированные в Скирду тюки сена, принадлежащие открытому акционерному обществу Проскурнянский. По прибытию к месту вызова спасателей наблюдалось открытое горение Скирды сена в поле за территорией фермы. Сено у Коста 2019 года. В результате пожара уничтожено 60 тонн сена. 40 тонн сена было спасено. Причины произошедшего устанавливаются. Рассматриваемая версия – поджог. На сегодня это все. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Стали известны даты и время начала матча 1-8 финала Кубка Беларуси по футболу с участием команд из Гомельской области. Футбольный клуб «Гомель» сыграет со столичным «Динамо» на его поле. Матч состоится 3 августа. Стартовый свисток на стадионе «Динамо» прозвучит в 17.00. Мозырское славе и «Гомельский локомотив» за путевки в четвертьфинал турнира поборются 4 августа. Полишуки ждут в гости в Витебск. Поединок на стадионе «Юность» в Мозыре стартует в 17.00. «Гомельский локомотив» также играет на домашнем газоне. Соперник, напомню, солигорский «Шахтер». Противостояние на поле стадиона «Локомотив» начнется в 18.00. Победитель на стадии 1-8 финала определяется по итогам одного поединка. В пополнении в рядах действующего серебряного призера чемпионата Беларуси по мини-футболу в стан гомельского ВРЗ вернулся Дмитрий Лось. Игрок до 2015 года защищал цвета вагоностроителей, был капитаном команды и после выступал в составе «Мопи» Дэй Витена. Последним клубом Дмитрия Лося был прекративший в нынешней межсезонье свое существование «Литсельмаш». Еще одним новичком ВРЗ стал Владислав Калацей. До этого галкипер выступал за любительский мини-футбольный клуб «Апгрейд» из Речицы. Гомельчане завоевали награды открытого республиканского турнира по стрельбе из лука на призы управления спорта и туризма Могилевского облсполкома. В индивидуальных состязаниях юноши и весь пьедестал заняли воспитанники Гомельского областного центра Олимпийского резерва по прикладным видам спорта. Победил Данил Кравченко, Евгений Смольский стал вторым, Филипп Курленко – третьим. Позже это трио выиграло командное соревнование в своей возрастной группе. Артем Малаев в составе сборной Гомеля и Бобруйска занял второе место. У девушек в индивидуальных соревнованиях одна медаль – серебро Арины Шуляк-Нестеренко. В командном турнире также есть награда. Арина вместе с Алиной Малаевой и Ириной Ромашко заняла второе место. Никита Дубровский завоевал бронзу в индивидуальных состязаниях мужчин и серебро в командных. В миксте победили Евгений Смольский и Алина Малаева. Еще одна гомельская пара Арина Шуляк-Нестеренко и Филипп Курленко расположились на второй строке итогового протокола. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова